Алла Пугачёва У меня к вам такой вопрос. Вы, когда хамите, ну ладно мне, Бог с вами, я к этому уже привыкла от вас. Вы чего хотите доказать? Когда вы врёте нагло в эфире этой программы, зачем? Когда вы просто ведёте себя настолько неприлично даже для кандидатов в президенты. Но пока что это позор только ваш. Не дай Бог, если это будет позор нашей страны. Вы распускаете язык, распускаете руки, ведёте себя разнузданно. Мой вопрос. Это что, часть имиджа разрешённого вам сверху, потому что ни один политик так себя не ведёт? Это пробелы в воспитании вашем? Или не дай Бог, не приведи Господи, это что-то такое с неврозом связано? Вы, когда... Если бы вы стали президентом, вы бы поменяли свою линию поведения? Потому что это всё-таки на весь мир? Всё? Всё. Отличаю. Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны. Мне разрешение, как Михаилу, никто не давал создавать партию. Я её сам создал. Я сам первый пошёл кандидатам в президенты ещё советской России. Все разбежались. Молчите! Я с партией! Не хамите мне, не хамите! Не хами меня! Я отвечаю здесь! Вам молчать нужно сидеть! Всё! Вопрос задали? Я отвечаю так, как я считаю нужным. Я, собственно, хотел это услышать. Не уберусь! Назму вам! Я веду себя как певица, а не как певичка. Не ори на меня, будущий президент. Я вам не Алла Борисовна. Я вам не Алла Борисовна. Вы меня уже назвали певичкой. Я думала, что вы... Вправедение говорить, но я пять раз не женился. Я думаю, что вы... Я думала, что вы кружевник, политик, хитрый человек. Я отвечаю, Соломон. А вы просто клоун и псих. Я отвечаю. Время Зариновское. Я должен дать время. Ой, какой я есть. Я уже сказал. В этом моя прелесть. Если Сталин прикинулся тихоней, и потом страну залил кровью. Если Хрущёв прикинулся тихоней, и мы сели везде кукурузу. Если прежний был делик, и вся страна пьяная коррупция. Горбачёв за демократию, и Советский Союз рухнул. Ельцин полупьяный. Чё вам тогда? Не нравился Ельцин? Этот недоумок полупьяный. Чё вы... Тогда за него агитировали все. Чё вы сейчас? Помолчите. Вы позор нашей страны. Помолчите. Вы позор. Да, помолчите. Вы арти... Как последовательный... Под любого... Смотрите. Все чё... Позор вам! Позор, позор! Все, кто легли сегодня под любого... Я вам говорю ещё раз... Вот её закон. Вы меня извините, но то, что вы делаете, вы себя публично хороните. Вот то, что вы сейчас делаете, вы себя публично хороните. Я вам говорю ещё раз. Вы ведущий. Я и ведущий. Вопрос. Все молчат. Я отвечаю. Я отвечаю. Я отвечаю. А она не может понять. Я волнуюсь за вас. Не надо волноваться за меня. Не за Алла Борисовна. Не надо. Алла Борисовна навсегда останется... Я вам говорю ещё раз. ...и есть в истории мировой музыки. Я буду говорить то, что я считаю нужным. Это ваше право. Это ваше право. Ваше время, прошу. Если вашему канаву Прокоров заплатил, чтобы в этой передаче он получил больше голосов, он давно всё проплатил. И в Кремле, и народу, и пусть хайнарильские рабочие скажут, которые уехали. Владимир Владимирович, никто ни разу в моей передаче не бывал чаще вас, не заплатившего ни копейки. Тогда помолчите. Я говорю. Я говорю. Прошу. И страна в условиях гражданской войны. Вы хотите в хорошем костюмчике? А кто похоронил 15 миллионов, там тоже будем стоять в хорошем костюмчике? Подни, под любого, смотрите. Все четыре кандидата, все позвали артистов. Позор. Алла Борисовна, по закону сейчас время Жириновцев. Да. Она не понимает этого. На законах не считают. У неё закон один. Менять мужей каждые пять минут. Вот её закон. Вы меня извините, но то, что вы делаете, вы себя публично хороните. Вот то, что вы сейчас делаете, вы себя публично хороните. Я вам говорю ещё раз. Вы ведущий. Я ведущий. Вопрос. Все молчат. Я отвечаю. Я отвечаю. Я не могу наступить ваше время. А она не может понять. Я волнуюсь за вас. Не надо волноваться за меня. Не за Алла Борисовна. Не надо. Алла Борисовна навсегда останется и есть в истории мировой музыки. Я буду говорить то, что я считаю нужным. Это ваше право. Это ваше право. И вы не имеете права внешиваться. Ваше время, прошу. Если вашему каналу Прохоров заплатил, чтобы в этой передаче он получил больше голосов, он давно всё проплатил. И в Кремле, и народу, и пускай на риски и рабочие скажут, которые уехали. Никто ни разу в моей передаче не бывал чаще вас, не заплатившего ни копейки. Тогда помолчите. Я говорю. Я говорю. Прошу. И страна в условиях гражданской войны. Вы хотите в хорошем костюмчике? А кто похоронил 15 миллионов? Там кто... Гому, ну что делать? Зато пойдём в концерт. Прохоров заплатит. Алла споёт. И нам хорошо. Вам втроём хорошо. А я хочу, чтобы было хорошо. Главное. Народу нашей страны. Бедному русскому народу. А на вас мне наплевать. Всё. Прошу.